Всем привет! Как вы поняли, я снова отправляюсь в Камино, в мой любимый вид путешествия, в котором я уже не был два года. И на этот раз я планирую пройти северный путь. Говорят, что он достаточно сложный, достаточно мокрый, холодный, но при этом очень красивый. И все это мы с вами проверим. Ну а в этом видео я хочу снова показать вещи, которые я беру с собой в это путешествие. Каждый раз перед Камино я снимаю подобное видео, и каждый раз в этом рюкзаке находятся достаточно разные вещи. И этот раз тоже не будет исключением. Мой походный набор снова претерпел изменения. Что изменилось, я вам расскажу и покажу, и постараюсь объяснить, почему именно эти вещи я с собой беру, а эти не беру. Вы, наверное, уже узнали мой старый добрый рюкзак, хотя он в отличном состоянии, после нескольких камин он меня полностью устраивает, поэтому я снова иду с ним. Но в него мы заглянем чуточку позже, начнем с одежды, которая на мне. Вот такая тенниска. Я, честно говоря, до сих пор еще не решил, буду ли я ее брать или нет, потому что у меня достаточно длинные трансферы до Испании и обратно. То есть много дней я еще буду проводить вне камину, и я вот думал взять еще вот такую цивильненькую маечку. По идее, сейчас все помещается. То есть у меня там внутри две футболки именно для хода, и одна такая типа парадная. Но еще до конца я это не решил, поэтому вы уже увидите, возьму я ее или нет в следующих видео. Также на мне такие специальные трекинговые шорты, которые я купил на секонд-хенде практически за бесценок. Эти шорты превращаются в брюки или наоборот брюки превращаются в шорты. Очень удобная эта концепция. Конечно же, знал я о ней и ранее, но почему-то не использовал. И сейчас я понимаю, что это реально очень-очень удобно. Экономит место, вес. Они очень легкие, удобные. Здесь много-много карманов. В общем, я почти уверен, что в камину мне будет идти в них комфортно. Далее у меня на ногах трекинговые носки. Сейчас я еще покажу, какие именно. На носках не стоит экономить. Носки должны быть хорошие, потому что от этого зависит, будут ли у вас мозоли или нет, и вообще ваш комфорт в пути. Обувь, как обычно, спорный вопрос. Много копий уже было разбито на тему, в какой обуви лучше всего идти к камину. Или трекинговые ботинки, или кроссовки, или сандали. Я до сих пор остаюсь верным своему выбору. Это кроссовки. Для меня это самая идеальная и самая удобная обувь для камину. На этот раз я буду идти вот в таких крутых кроссовках Soconi модель Excurgeon TR11. Я их практически не разнашивал, потому что только неделю назад они у меня появились. Но они мега удобные, и я чувствую, что их разнашивать вообще не нужно. Они сидят уже на ноге как влитые. Это беговые кроссовки, но тем не менее предназначены для трейла, то есть по бездорожью. У них большие шипы, специальная подошва, дышащая вот эта вся сетка. В общем, мы их будем тестировать с вами, и увидите, как они справятся с таким серьезным испытанием в тысячу километров за месяц на минуточку. На данный момент, мне кажется, все будет замечательно. Они очень удобные и по всем характеристикам подходят для моего путешествия. Я еще не до конца все сложил в рюкзак. Тут некоторые вещи у меня лежат на столе. Давайте мы сначала к ним вернемся. Так, еще элемент одежды. Это кепочка. Головной убор – это обязательно вещь на камину. И от солнца, и от дождя. Это сумочка для фотоаппарата, на которой я сейчас снимаю это видео. Она тоже максимально компактная. Сюда можно ложить телефон в этот карман, что я и буду делать. Здесь также будут лежать мои гоупрошки, чтобы тоже всегда были под рукой. У меня на этот раз две гоупрошки. Одна для подводного плавания, если я вдруг захочу нырнуть в Атлантический океан. И вторая моя старая добрая четвертая гоупрошка. Кстати, хочу на этот раз попробовать вот такой вот поролоновый фильтр от ветра. Вроде бы я так попробовал. Вроде действительно немножечко оно спасает от ветра. А ветра на северном пути будут сильные. Я в этом уверен. Поэтому посмотрим, каково будет качество звука на этот раз. Есть у меня также вот такая специальная зарядка для аккумуляторов фотоаппарата, которая подключается через USB. То есть можно заряжать эти аккумуляторы и от пауэрбанка, и от розетки через специальный адаптер. Типа такой у меня на четыре выхода, как я и брал в прошлый раз. Очень удобно. Можно сразу подключить много разных гаджетов. Пауэрбанки я, конечно, тоже с собой беру. Потому что в этот раз мой поход будет частично автономным. В том плане, что я планирую ночевать в палатке. Палатку я с собой не беру. Я ее буду покупать уже там, на месте, в Испании. Потому что, ну, во-первых, она сюда не влезет. Во-вторых, вес рюкзака будет превышать тот вес, который позволителен для перелета в лоукостах. И поэтому, если я буду платить за багаж, мне будет вообще невыгодно эту палатку везти. А так я на месте куплю дешевенькую, и это будет выгоднее и дешевле. Итак, пауэрбанки. Это один маленький и один большой еще в рюкзаке покажу. Наушнички маленькие. Я, конечно, не планирую слушать музыку в наушниках в пути. Потому что я люблю слушать природу, я люблю слушать страну. Но все-таки они нужны, пригодятся. Шнурочки. Тут, думаю, долго объяснять не нужно. Все, что нужны USB, microUSB. Все-все-все для вашей техники. Тут нужно самому подумать, продумать, что нужно. Маленькая расчесочка. Солнечные очки. Это немножко овсяных кашек и еще какая-то гречневая. Потому что, повторюсь, трансфер до Испании у меня длинный. И я думаю, что я буду перекусывать вот этими штуками в дороге. Новшество для моего путешествия. Это вот такой кошелечек. Тоже давно я знал о существовании, но почему-то не практиковал. Вместо того, чтобы тащить ваш обычный городской кожаный кошелек. Или просто распихивать деньги по карманам. Я вот взял такую легкую сумочку. В которую можно сразу же положить сюда. В маленький кармашек. Например, здесь у меня беруши есть. В прошлый раз я брал три комплекта беруш. Ну, а вдруг потеряются. А вдруг еще что-то. Ничего не потерялось. Поэтому я в этот раз беру только одни. И экономлю вес и место на всем, что только можно. Здесь у меня такая маленькая ракушечка. Вот в этом кармашке антисептик. Ручка. И фломастер. Тот самый фломастер, который я брал два года назад. Для того, чтобы писать всякие штуки. И зажигалка на всякий случай. Тоже может пригодиться. В основном кармане у меня, конечно, паспорта. Я вот тоже не решил брать один паспорт или два. На всякий случай. У меня два паспорта. И думаю, а вдруг я один потеряю. Затем наличка. Я уже подготовился. У меня деньги в евро, в долларах. Есть в наличке. Чтобы не снимать, не искать банкоматы. Хотя, ну, на карточке тоже будут деньги. А, здесь у меня второй паспорт. Ну, возможно, я его выложу. Вот не решил еще брать два или не брать. В общем, такая удобная штука. Чем она удобна? Тем, что вы ее всегда можете у себя держать на шее. И их никто не украдет. Или, например, если вы путешествуете один. А в этот раз я путешествую один. То даже там, отправляясь куда-то в душ, если вы не доверяете вдруг никому и боитесь оставить все свои драгоценности в рюкзаке, который остается без присмотра, вы можете забрать с собой хотя бы паспорт и деньги вместе с собой в душ и где-нибудь там повесить его на полочку. Это достаточно удобно. Ну, в общем, его легко всегда держать при себе. Эти, кстати, штуки любят автостопщики. У них всегда это должно быть на шее. Потому что, если вы такие вещи оставите в рюкзаке, у вас могут быть неприятности в связи с этим. Итак, пришло время заглянуть в рюкзак. Верхний клапан у меня еще достаточно просторный. Здесь будет место для бутербродов или еще чего-то. А здесь у меня чехол для рюкзака. Я раньше использовал всегда пончо, то есть дождевики. В первый раз это был первый мой опыт. Этот пончо покрывает тебя вместе с рюкзаком. Но я понял, что этот вариант, он не очень удобен тем, что в этом пончо очень жарко. Ты такой весь неповоротливый. И потом его как бы сушить. Плюс ты его используешь только когда дождь. Ты его не можешь использовать как элемент утепления, например. Поэтому в этот раз я взял свою курточку. Позже расскажу. Ну, а поскольку курточка не накрывает ваш рюкзак, то мне нужен чехол для рюкзака. Он такой на вырос, скажем так. То есть если у меня еще будет палатка, скорее всего она будет. То есть он сможет ее покрыть вместе с палаткой. Это хорошо. Пока что больше ничего в этом клапане нет. Заглядываем дальше. Итак, полиэтиленовый пакетик. Раньше я брал, знаете, все клал в такие сумочки, несессоры. Это все очень удобно, органично. Но это все лишний вес, лишний объем. И в этот раз я стараюсь отказаться от этого полностью. То есть вообще минимум сумочек, минимум каких-то пакетиков. Максимум полезного места, скажем так. Итак, что у меня здесь? Влажные салфетки. Немножко, чуть-чуть буквально на всякий случай. Туалетная бумага. Точно так же. Чуточку. И еще немножко обычных бумажных салфеток. В этой маленькой сумочке у меня медикаменты. Тоже я по минимуму взял. Что? Пластырь. Опытным путем понял, что самый удобный для меня пластырь, это вот в такой в рулетиках. Его можно отмотать сколько тебе нужно для разных функций. Потому что если маленькие уже порезанные порционные эти пластырьки, они не всегда подходят. Эти и лучше держатся, и более как бы вариативные. Йод в стикере. Тоже показал свое удобство. Если надо вдруг замазать какую-то там мозоль, не надо доставать какие-то штуки. Просто открыл, мазнул, все, готово. Хлоргексидин. Та же перекись для очищения рам. Вот всего лишь 100 мл у меня. По 50 мл флакончики я перелил. Должно хватить и даже с запасом как-то. Таблетки. Из таблеток у меня основной упорно обезболивающие. Я взял много обезболивающего, потому что всякое может случиться. Немножечко остатки крема Декларант Плюс при боли и воспалении в мышцах и суставах. Дело в том, что прошлым летом я ходил в горный поход, и там немножко простудил колено, и у меня с этим были большие проблемы. Кто смотрел мои видео на ютубе, можете посмотреть. Я там просто был как инвалид. И я очень боюсь, что это колено снова даст о себе знать, потому что иногда оно реагирует на погоду теперь. Поэтому я беру с собой эту мазьку немножко, совсем чуть-чуть. Надеюсь, что она мне не пригодится, но на всякий случай я должен был ее взять. Также в аптечке немножко бинта и, в общем-то, все, по-моему. А, еще пару таблеток от головы. Вот все мои медикаменты на этот раз. Далее, та самая баночка присыпки, которая уже ездит со мной, тоже не первая камино. И там еще достаточно много осталось. Зубная щетка. В этот раз беру вот такую малюсенькую, компактную, потому что раньше я тоже на это не обращал внимания. Думал, та, ну обычная щетка, сколько она там весит, сколько она занимает. Нет, вот все так по чуть-чуть, по граммику, по сантиметрику складывается, и потом ты не можешь вложиться в свой рюкзак. Точно так же было с зубной пастой. В этот раз я беру вот такие малюсенькие тюбики. Один, ну, почти закончился, там, додавить. И вот такой, все, должно хватить. Потому что тоже брал с запасом. Шампунь. В прошлый раз я набрал вот тактенную сумку шампуня и переживал, что мне его может не хватить. Я понял, что я половину привез обратно, при том, что шампунем делился еще со всеми желающими. Поэтому в этот раз я беру всего лишь 100 мл шампуня. Если мне не хватит, буду уже решать по ходу. Но вполне возможно, что и хватит. Вот такая маленькая бутылочка, все. Крем от солнца, тоже еще остатки. Эластичный бинт. Честно говоря, в прошлое Камино я решил, что все, больше с собой бинт не беру. Потому что я его всегда с собой вожу, и он мне никогда не пригождался. Но опять-таки, возвращаясь к теме с моим коленом, он мне вполне может пригодиться. И поэтому я решил, ладно, все-таки я его возьму с собой. Иголочки и ниточки. Точнее, там одна иголочка в наборе и буквально чуть-чуть ниточек. То есть иголочка для прокалывания мозолей, если они вдруг будут. И если вдруг надо будет что-то зашить. Один кусочек мыла. Тоже не уверен, что мне его хватит. Но, опять же, буду решать по мере поступления проблемы. Кусачки для ногтей. Это понятно, объяснять не нужно. Еще очень нужны мне маникюрные ножнички, но с ними в самолеты не пускают. Поэтому мне придется их уже на месте покупать. Но они мне очень нужны. Переходим дальше. Еще один пакетик. Что у нас в нем? А в нем на данный момент стройничок. Тоже очень важная в альбергах штука. Если я буду ночевать в альбергах, в которых мне хватит места. С розетками там всегда напряг. Все хотят заряжать что-нибудь. Потом еще в такой отдельный пакетик я положил флешки. Пока не знаю, для чего они мне нужны. Но я что-нибудь сюда запишу. Какую-нибудь важную информацию на всякий случай. Винчестер на 500 гигабайт, куда я буду скидывать свои видео. И SD-карточки тоже здесь лежат. Кстати, тоже я брал раньше компьютер для того, чтобы скидывать видео. На этот раз я не беру компьютер. Я беру только винчестер. И буду побираться, спрашивать у людей, а не могли бы вы мне дать свой компьютер для того, чтобы я смог скинуть свои видео с фотоаппарата, с камеры на винчестер. Надеюсь, у меня с этим проблем не будет. Потому что если проблемы будут, то, скорее всего, видео вы не увидите с моего камину. И еще один пауэрбанк, мощный на 20 тысяч милиампер. Я его брал и в прошлый раз в камину, и он мне тоже серьезно выручал. Потому что даже не всегда тоже была возможность заряжаться от розетки. Далее. Мой маленький рюкзачок. На случай, если нужно куда-то пойти и что-то понести, но ты не хочешь брать с собой свой рюкзак. Не знаю, пригодится или нет, но на данный момент у меня здесь лежит, знаете что? У меня здесь лежат сублимированные продукты. Причем, сколько здесь, по-моему, 8-9 вариантов еды. Они у меня просто лежат дома, пропадают, так сказать. И я решил, что на камину они точно мне пригодятся. Потому что там, даже если у тебя есть деньги, то не всегда можно найти еду, позавтракать или пообедать. Потому что сиеста и все такое. Это, во-первых, сэкономит немного мой бюджет. Во-вторых, поскольку у меня места есть в рюкзаке, для них хватает. А потом я их съем, и вот такой объем у меня освободится в рюкзаке. Во-вторых, ну, чтобы не пропадали. И, в-третьих, я думаю, они реально пригодятся. Пригодятся или не пригодятся, посмотрим с вами в следующих видео. Мое полотенце тоже. Каждый раз я беру его с собой. Достаточно большое, удобное, быстро сохнущее. Тут как бы без комментариев. Бандана. Раньше брал по две банданы. Может, даже по три, не помню. Ну, по две, по-моему. Для того, чтобы менять. В этот раз все, одна бандана хватит. Во, это те самые штанины для того, чтобы мои шорты превратились в элегантные брюки. Все работает. Я проверял достаточно удобно, быстро. Раз, пристегнул, и у тебя уже штаны. Штаны, думаю, мне пригодятся, потому что, ну, в прошлый раз в Камино я был бы не против, если бы у меня были штаны. Были достаточно холодные дни, а на северном пути таких дней уж точно будет побольше. Они, конечно, не водонепроницаемые, но все равно достаточно легкие и как-то будут защищать от холода. Две футболки для пути. На этот раз я беру синтетические футболки. Они действительно удобны тем, что очень быстро сохнут. А быстросохнущность, если можно так сказать, это очень важные характеристики для Камино, потому что ты можешь прийти поздно в Альберг, постираться, и к утру она не успевает высохнуть. Поверьте, знаю, о чем говорю, поэтому тоже вот взял на секонд-хенде такую дешевенькую классную футболку. Я уже проверял, она реально очень быстро сохнет. Ну и в ней комфортно будет идти, они дышащие и так далее. Вторая футболка тоже синтетическая, вот такая. Это чисто для пути. Ну и вот эта третья, я же говорю, я еще не решил, буду я ее брать или нет. Скорее всего, буду. Курточка, о которой я говорил. Мембранная куртка. Я уже тоже ее проверял и в походах, и так далее. Очень удобно тем, что когда будет очень холодно, ты можешь утеплиться курткой, а дождевиком ты не утеплишься, это как бы не вариант. Поскольку, опять же, я буду ночевать в палатке иногда, то мне нужны теплые вещи, и куртка, короче, это очень классно. Поэтому беру с собой куртку, тем более, что она тоже достаточно компактная. Будет у меня еще флисовая кофта, которую я сейчас забыл в другом месте, вспомнил об этом, спохватился, и сегодня поеду ее забирать. Ну, в общем-то, тут еще в рюкзаке будет флисовая кофта, поэтому достаточно хорошо я утепляюсь на этот раз. Шорты, еще одни шорты. Те, которые я в прошлый раз ходил. Для чего? Ну, если я эти, например, в стирку отдам, в чем я буду сидеть? В трусах, что ли? Поэтому мне нужны еще одни шорты, плюс в них можно, например, купаться, если вдруг мне захочется. Носки прякинговые. Вот одна пара у меня на ногах, вот вторая пара, которую я обещал показать. Здесь уплотнение на носках, на пяточках, здесь светоотражатели сзади, если вы вечером идете по дороге, и вас машины будут прекрасно видеть. В общем, куча разных хитрых тут технологических материалов задействований, резиночек, все такое. В середине тут, чтобы не сползало. Очень классные носки, мне нравятся, я их уже тоже неделю ношу, и пока никаких нареканий. Думаю, что камино в них пройду легко и удобно. Трусы. Одни на мне, одни вот такие. Тоже я решил взять синтетические ткани. Тоже быстро сохнут, во-первых. Во-вторых, приятные на ощупь. Проветриваются, легкие. Ну, короче говоря, тоже, знаете ли, важный элемент. Раньше я думал, да какая разница. Понял, что есть разница. Покупайте спортивное нижнее белье, оно действительно вам облегчит путь. Резиновые шлепанцы. Тоже легенькие очень, для того, чтобы в альбергах ноги отдыхали, или в душ можно ходить. То есть они полностью из резины. И тут, опять-таки, никаких комментариев не нужно. Распечатанные билеты на первую часть моего пути. На обратную дорогу мне придется еще там на месте регистрироваться и печатать билеты. Но это мы уже поживем, увидим. На данный момент вот эти есть. Затем я беру с собой каремат. У меня есть достаточно тоже компактный и удобный каремат. Ведь мне не нужно тащить вот этот рулон, скрученный у тебя за рюкзаком, который тебе может мешать и сковывать тебя в движениях. Тут достаточно удобный немецкий военный карематик, который я уже испытал в походе в Карпатах, и на Джарелгач я с ним ездил. И вот возьму снова-таки в камину, для того, чтобы в палатке спать. И последнее, что у меня здесь в рюкзаке, достаточно большую часть рюкзака занимает вот этот мой спальный мешочек Red Point. У меня есть обзор на него на моем канале. У него очень классный мешок, благодаря которому его можно вот до таких компактных размеров сдавить. Хотя при этом это достаточно теплый спальный мешок. Опять-таки рассчитан на палаточку. Вот температура комфорт плюс 4. Надеюсь, что таких температур в Испании не будет. Но, тем не менее, возможно, даже в нем можно спать просто без палатки на улице. Не знаю. Может быть, у меня будет возможность это проверить. Поживем-увидим. Но в этот раз я не могу брать с собой маленький компактный лайнер. Тогда у меня вообще был бы пустой рюкзак. Я в нем замерзну. И беру с собой вот этот спальный мешок. В альбергах в нем уж точно будет тепло и без всяких одеял. В общем, это все в основном кармане рюкзака. Здесь еще что-то в боковые, я кажется, положил. Да, здесь вот пластиковая бутылочка. Бутылочка. Я хотел другую, но это то, что у меня сейчас завалялось, а которое я купил, не успело приехать из Китая. Поэтому возьму на всякий случай. Может, в аэропорту там набрать водички и так далее. Так-то в камину я вряд ли ей буду пользоваться. Она достаточно маленькая для таких целей. Но посмотрим, если что выкину. И во втором кармане надувная подушка. Опять-таки у меня трансфер очень тяжелый. Автобусы, перелеты, поезда и так далее. Мне нужно немножечко экономить свои силы. Поэтому такая подушечка, повязка на глаза. Это все как бы место не занимает. И в палатке тоже может пригодиться мне эта подушка. Ну и мой маленький украинский флажок, который я вешаю традиционно на свой рюкзак. Для того, чтобы люди знали, из какой я страны. Вот, в общем-то, и все. По-моему, ничего не забыл. А стоит рассказать вам, наверное, еще о том, что я не беру. Потому что вы так можете и не заметить. Как я уже говорил, кошелек я не беру. Хотя раньше я брал кошелек и таскал его с собой. Я не беру с собой бумажный блокнотик. Я всегда брал с собой маленький блокнотик, чтобы записывать туда свои расходы и так далее. Потому что иногда на телефоне как-то тяжеловато набирать. И хочется просто, как корица лапой, черкнуть что-то в блокнотик и положить его в рюкзак. В этот раз все. Не беру даже маленький блокнотик. Буду записывать в телефон все, что нужно. Как я и сказал, компьютер я не беру. Буду искать возможность для того, чтобы скидывать информацию на чужих компьютерах. Я не беру много ненужных аксессуаров для GoPro, которые я с собой таскал и редко использовал на самом деле. Поэтому в этом плане я очень-очень серьезно отфильтровал эти вещи. Опять-таки не беру какие-то сумочки, как вы видите. То есть максимум пластиковые пакетики и то минимум для того, чтобы экономить и место, и вес. В общем, не нужно это все. Я не беру с собой дезодорант. Постоянно таскал с собой дезодорант. И понимаю, что я им там редко пользовался на самом деле. Потому что вы приходите в альберг, вы там моетесь. Как бы зачем дезодорант? Если вы на улице, то как бы от вас особо и не пахнет, потому что вы на улице, свежий воздух и так далее. В общем, решил не таскать с собой. И поверьте, это не проблема. Я не беру никаких кремов для ног, ни для мышц, никаких вот этих вот штучек там для растирания. Первый раз я только брал. И то мне особо не пригодился. Поэтому решил забить на это. Я не беру фонарик. Потому что в предыдущие разы я брал фонарик и понял, что абсолютно ненужная тоже вещь. И достаточно подсвечивать телефоном. В альбергах так точно. Я не уверен, что мне не пригодится фонарик, если я буду ставить в темноте палатку. Возможно, с телефоном будет очень неудобно себе там подсвечивать. Но это мы проверим с вами. Но в любом случае фонарик брать не буду. Я не беру с собой мочалку, которую брал в прошлый раз. И думал, что буду ей мыться в душе. Нифига, ненужные абсолютно вещи. И, что самое важное, наверное, я не беру с собой триммер. Потому что я тоже предыдущие разы брал триммер. Я не бреюсь бритвой полностью до гола. Поэтому бритву я тоже не беру. Ну, а триммер это целый прибор и вес, и объем. И это все ради того, чтобы быть не сильно бородатым. Но я решил, окей, я буду бородатым этот месяц. Зарасту, наверное, страшно. Но, тем не менее, сэкономлю место и вес. И ничего, тоже не страшно. В общем, вот такие вот вещи у меня на этот раз. Целый месяц я буду путешествовать. Это камино будет сильно отличаться от моих предыдущих. Почему, я думаю, вы и сами поймете и увидите. А может быть, не будет. Я этого еще не знаю. Я очень-очень не подготовлен в этот раз в плане информационном. Но об этом мы поговорим с вами позже. В этом видео я всего лишь хотел показать вещи, которые я беру с собой в камино. И надеюсь, вам это видео было полезно и интересно. Если у вас еще есть какие-то вопросы, пишите их, конечно же, в комментариях. Я вам отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет выходить весь видеодневник с моего пути. Думаю, что вам тоже будет интересно это посмотреть. Также у нас есть группа на Facebook для любителей каминов. Где вы можете задать свои вопросы, почитать другие отчеты, советы чьи-то поспрашивать. Тоже можете присоединяться в эту группу. Я вас приглашаю. Ссылки все есть в описаниях и в комментариях к этому видео. Ну и пожелайте мне Буэн Камино. Увидимся. Надеюсь, что все получится. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!